Ребята, доброе утро, с вами Игнат, и я пока что с Санитой. Пойду сейчас её будить, но она не спит. В общем, доброе утро. Сидим, спорим, я просто с утра и ца себе навалил плова-тарелку, Аня говорит, я с утра не могу есть. Я, говорит, наоборот, вечером ем. Это биохимия. А я реально, я тебе расскажу, Игнат, я тебе потом скину. Ну, вообще-то это исследование, это старый миф, вот этот старый миф про еду. Аня, вот я тебе начала говорить, ты замечала, что ты рады ложишься спать? На самом деле, как бы, ну вот я это просто очень замечаю. Я летом обычно очень худая. И не потому, что я, типа, много очень двигаюсь, я, в принципе, много хожу, много гуляю. Вот, но я замечаю, что летом я намного худее. Обычно, не в этот сезон. Потому что я летом рано ложусь спать. Очень рано. То есть, если у меня нет ночной экскурсии... Очень рано, это во сколько? Все равно ты часов в 10, в 11. Кх, дурачок! Я в полдевятого уже сплю, если я дома. Да? Ага. Ну что? Если я прихожу домой, я ложусь спать в полдевятого. Если я в 10, ты уже знаешь, как сплю давно. Тебе шикарную чашку сделать? Нет, накрасила. А? Ну, шикарная, можно шикарная. Ну, шикарная и мало будет кофе. А, ну ладно, тогда не надо. Ну, вот. Я давно эту фишку заметила. Я не знала, как это работает. Типа ты ешь и не толстеешь? Нет! Я просто Ане говорю, для меня показатель Тани Буланова. Она всю жизнь после пяти не ест, и вон какая она всю жизнь худая. Я тебе расскажу вот эту фишку, смотри, я лежишь и спать, и ты замечаешь, что если ты ложишься спать до часу, до 12 и засыпаешь, не просто ты лег в кроватку, да, заснул реально физически, то ты наутро просыпаешься, и ты прямо худее, чем когда ты лег в спартику в 2 часа, в 3 часа ночи. Ты замечала там? Угу. Ну, в общем, такое я не замечала, на самом деле, такое есть. Я давно это заметила, не видно, почему так, это так странно. Ну, вот, что когда я так работаю. Потому что, знаешь, в организме вырабатывается, оно начнет вырабатывать где-то с 11, с 12, в общем, оно вырабатывается до часу. Вещество. Ложкой поесть мне плов или нет? Ну, специальное вещество, короче, это гормон, по-моему, который сжигает жир. Он вырабатывает столько в это время. Ночью? Да, ночью, он будет там с половины 12 до часа вырабатывается этот гормон. Он сжигает жир. Именно во время сна, только во время сна. Ну, как бы, да, он, как бы, начинает активничать только во время сна. Но, и он его сжигает. А когда он вступает в реакцию с другими веществами, например, с теми, которые раздражают белок, он начинает активничать ещё лучше. Поэтому, если ты на ночь, ты покушал на ночь и съел белок... Ну, то есть, просто самое активное, самое... Ну, ладно, там, если белок, допустим. Если ты на ночь съел кусок стейка, это как бы нормально. А если кусок торта? Нет, кусок торта, так это не белок. Надо на ночь съесть кусок торта... Ой, кусок стейка. А вот, кусок стейка. Почему говорят, что если ты в голоде ночью просто съешь яйцо, вот тебе белок. Потому что, опять, то есть, ну, самое большое количество, то есть... Сахар тебе надо. Нет. Самое большое количество вырабатывается вот в этом промежутке. Дальше, как бы, уже всё, по-нисходящему. Но когда он вступает в ряд с яичком, который отрагает белок... Всё. Я, ребята, просто хотел показать утро наше... Знаете, сколько утра? Бездесяти два, короче, уже. Да и надо, потому что у тебя же невозможно проснуться. Как у тебя проснёшься, если у тебя вот эти вот эти... Как в Италии станут? Я в Италии сплю до победного, если у меня ничего нету, занятия делать. Ну, колодицы плюс шторы. Я вчера ещё задёрнул эти мамы, которые... Чё, тёмные норильские шторы. Мама-то эти норильские шторы там делала, мамочка сама их шила. Знаешь, зачем? Белой ночью. У нас же летом там свезло за... А, ну и здесь тоже, в принципе, свезло. Не так светло. Ну да, у нас-то солнце даже круглосуточно светит. Я знаю, я в Мурманске жила. Конечно. Это... И здесь. Просто я вчера открыл окно, думаю, Анечку ни до что бы не просквозил, и прикрыл шторы. И всё. Результат два часа дня. Мы только проснулись. Аня, что должна была встать, чтобы... Анячка вчера такая перед сном говорит, у меня в девять будет урок лекции. Я такой в двенадцать говорю, кажется, ты на лекцию опоздал. И мы такие дальше спали. Золотая осень, золотая осень. Я вот по этой улице от Судоровского проспекта не ходил никогда. Решил по ней пройтись прогуляться. Вообще, этот район я как бы знаю, но сейчас тоже одну такую улицу проходил. Прикольно она мне понравилась, а я там не был никогда. Тут, ребята, даже есть девятиэтажка. Вот этот дом крутой, старый. Мне нравится. Смотрите, он туда так полувоком парадная вам сбоку. Девятиэтажка тоже встроенная. Я бы даже не подумал, что где-то в центре тут есть. Девятиэтажка. Нева. Вон там я подхожу к Неве. Ну, просто интересно, что это за улица. Сейчас посмотрим, что это за улица. Тут такие прям оживленные широкие проспекты. Сейчас я гляну. Кавалерганская. Ну, конечно, я слышал. Ага. Это я вот снова вышел на Тверская. Ой, Тверская, господи. Тульская. Вот он этот храм, который я вам тогда хотел показать и не показал. Очень-очень старый. А прямо уходит Таврический сад. Небольшой кругжок я сделал. Дошло до меня, где я вышел. Интересно смотрится церковь рядом со стеканым домом. Вот эта вот штука мне нравится в нем. Как такая древняя, как у нас раньше в церквях делали. А это старая церковь. Не помню, какого века. Там табличка есть. Вот на Турской улице. Эта красота. Я говорю, это старая церковь. И стекляшка. Это круто смотрится. Вот оно, ребята. Это здание, которое я вам говорил. Круглые балконы. Я вам такое рыбим глазом показывал. Сейчас покажу. Вот так красиво все. И вон она, эта церковь отсюда виднеется. Утек он кормит. Они ко мне было, прибежали, хотел сказать, приплыли. Да, у меня, как всегда, ничего гонит. Я сюда не собирался вообще и проходом. Ну и решил, что как же эту таврическую красоту вам не показать. Вот они ко мне плывут. дурные юмочки. Смотрите там, какой закат. Красота. Я сейчас выложил фотографии, мы с Анечкой и утром сфотографировались. Такие бурные обсуждения в инстаграме она вызвала. У меня личка завалена. Вы видели эту фотографию? Если нет, ссылка на инстаграм в описании. Так, знаете, какого числа я этот влог выложу, не знаю, когда? А фотография от 30 октября. Он с лисичкой гуляет. Посмотрите, а там и красная, и желтая. Ой, красота. Налетает, налетает. Надо сейчас подойти поближе. Притащили им хлебушка. О, что творится, что творится. У меня тоже батон пропал. Нет бы, я выбросил батон, нет бы сюда прийти и уткам скормить. Вот, блин, я все время забываю. Целый батон. Кому-то покупал, кто-то в гости приходил. Его так и не съели, и все. Он, естественно, пропал. Надо было идти и утек кормить. Класс. Растую. Класс. Класс. О, утина история тут. Сюда раньше в Таврический сад заходил тоже флот. Там есть на набережной отметина, где Таврический флот шел, откуда, вернее, он заходил. Флот в Таврический сад. Тут с пузырями играется. Я, ребят, не могу, как у нас красиво стало. Анечке сегодня утром, говорит, ты заметила хоть что-то улица, какая стала? Она говорит, какая? Я говорю, ну, вообще-то у гранит, и все. Она говорит, ну, я не заметила. А там закат. Уже возле Дикси даже заборчики сделали. Я как-то пойду в Дикси с камерой. Можешь сейчас зайти, я вам покажу, что там, какая красота получается. А я сейчас реально возьму и в Дикси зайду. Не знаю, творожок куплю какой-нибудь. Хотя у меня есть творог, который надо доедать с фруктами. Но я могу и сырок съесть, и творожок. Покажу вам, какие там, получается, в итоге заборчики. И самое главное, они там от дороги делают выше. А с этой стороны, где мы ходим, поменьше. Но все равно, это такой колхоз, лучше бы они вообще ничего не делали. Не пошел ни в какой Дикси, потому что... Потому что там сейчас время в 17.30 было. У меня есть печенье Мария. А то же самое, там на кассе сейчас стоит. Сейчас творога просто с фруктами сделаю. Ааа, йогурта нету. Блин. Может в этом вороватном мире есть йогурты. Все равно идти на улицу надо. А я разделся. Ребята, знаете, что я сидел, монтировал влог. А мне надо было ролик монтировать, но я влог смонтировал. И сейчас я хочу пойти гулять. Пока я сидел, монтировал влог, нет бы мне спортом с вами позаниматься. Я почему-то думал, что время сейчас рано, часов 8. Я схожу до 10 погуляю, потом еще один ролик смонтирую и сяду за фотографией. Кстати, я ночью сяду за фотографией и покачаю пресс. Потому что я просто... Я сейчас так думаю, что ролик смонтировал, когда мне прессом заниматься, а я же реально... Еще фотки делать. О, ну вот, все решилось. А то для меня, знаете, если я смонтировал ролик и пресс не покачал, это значит все. Проехали. А еще же реально мне за фотки садиться надо. Ой, пойду гулять. Вчера я немножко погулял. Ну, как я так гуляю пробежками? А сегодня я хочу прям этот круг большой пройти. Пойду. Пройдусь. Я, ребята, решил перед тем, как пойти погулять, забабахать сосисок, отварить. Наверное, с яблочками я наверну. А еще знаете, что у меня есть? Я вам сейчас покажу. Вот эту запчасть. А это значит, что я сегодня делал... Правильно. А это значит, что я делал сегодня... Смузи. Смузи. Надо его допить. Я что-то сделал, да, это... Целую не осилил. Сейчас, ребята, читал я под фотографией в Инстаграме комментарии. Ох, конечно, это фотография, где мы с Анечкой в постели сфотографировались. Какой там бурный ажиотаж. Она не только в Инстаграме мне в Одноклассниках пишет, советует, что тихое счастье надо никому не показывать. А ты... Зачем ты это все выпалил? Зачем ты это все показываешь? Зачем ты это показываешь? Боже, где я? У меня есть... Высказались все по этому поводу. У меня сегодня личка. Для Инстаграма это, наверное, очень хорошо, эта публикация. Это прям, наверное, продвинуло Инстаграм. Потому что откликнули все. Я одному знакомому в Крыму написал. Он посмотрел сторисы, лайкнул то же видео. Из Симферополя он. И, в общем, я говорю... Один ты, говорю, никак не отреагировал на мою фотографию. Я его написал, типа... Ну, просто были там и неадекватные, то, что мне в личку писали. Кто-то так скажет, ну, типа, мне и прикольно писали, и всяко-разно писали. Ну, я ему написал, ты, типа, никак не отреагировал. А он такой пишет... Я просто деликатно промолчал. Я такой... Далее мы жару с Анькой. Пофотографировались. Знаете, на что похоже? Да очень похоже. У меня даже ложки лучше есть. На детское питание. Это, кстати, этот же десерт. Сперва съем сосиски, потом десерт. Ничего я с сосисками не буду, потому что уже... В общем, ребята, я постельное белье постиранное повешал. Пока то, пока сё, пока ролики демонтировать. Они, ну, дорендерились, я дождался, я поставил загружать. Время уже 12-й час. Я только выхожу. Пресс не качаный. Отжимания не сделаны. Кипят, мои красотки. Я говорю, всё. Мне никаких неуглеводов, ничего не надо. Будут у меня сосиски сейчас. Чай я вскипятил. И... И, 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 и... Остатки смузи. Вон, какая красота-то. Я сейчас пока пойду, я хочу сделать большой круг от... По набережной, через Дворцовую площадь. И по Невскому, наверное, как-нибудь... По Невскому я дойду до Анечкиного моста. Анечки. Ну, вы поняли. И по Мойке вернусь. Ну, короче, по Мойке там вернусь. Покажу, может быть. Мне просто сегодня пятница. Интересно. Пока я дойду, пока я сейчас поем, уже будет первый час. На развод мостов, вообще, на ночной Питер. Интересно, сейчас много народу. Короче, сейчас пойдём посмотрим. Ребят, погода идеальная. На воде. Смотрите, практически штиль, если вот туда отвезти камеру. Вообще. Вы не поверите, как я утеплился. Я утеплился, как будто бы на улице. Капец, какой дубак. А вон парень сидит. Чё-то с телефоном тупит, на реку смотрит. А я, ребята, оделся. Свой этот тёплый зимний спитер. Куртку, ботинки эти завязал. Как на зимовку. На улице до 10 градусов. А я вон в своих этих ботиночках. Так долго их завязывал. Вид на Петропавловку. Ну и также хорошая новость насчёт этих ботинок. Всё, они мне не трут. Вообще, прям ноге комфортно в них. И ещё, знаете, что я вам хотел сказать? Вот сегодня 31-е сейчас уже наступит. Сколько сейчас времени? Просто даже интересно. 30-е ещё или уже 31-е? 23-54. Сейчас, через 6 минут, будет 31-е. Тьфу-тьфу-тьфу! У нас такая осень. Она сухая, солнечная и тёплая. 10 градусов. Я просто вспоминаю, когда я работал. Ну, на своей старой работе. До короны. Постоянно дождь. Я же за рулём был с утра до вечера. Постоянно дождь. С утра до вечера дождь. И всё это... Сейчас тишь, гладь, Божья благодать. Погода вообще вот такая. Тут, ребята, у прачечного моста вообще видно, какая вода. Спокойная. Да, даже и вдаль видно. А я уже у Троицкого. Так на экранчике смотришь, когда снимаешь? Всё так идеально. А на компьютере, блин, немножечко не так. Начинаю, красавица. Я ещё раз видел, как тут фонари меняли на этих лампах. Не, ребята, у дворцового моста, у эрмитажа людей. Куча. Если туда приблизить. Конечно, когда китайцев было, было больше. Я ещё в кунсткамере, ребят, ни разу не был. Надо мне туда пойти сходить. Санечкой бы желательно, чтобы она мне рассказала всё. А сегодня ещё знаете, на что обратил внимание? Макушки. Растральных колонн под светими. Так, ловитесь. Лампочки туда поставили. Не было там ламп. Уже всё пристанье эти освобождают. Наверное, уже всё. Навигация скоро закроется. Убирают все эти метеоры. Отсюда же метеоры ходили. Я знаете, что в этом году не видел? Я в этом году не видел на набережной этих платных туалетов. Смотрите, вообще-то, сколько людей. Я думал, всё уже пусто. Но сегодня просто все карты сошли. Сегодня пятница. Пятница и тепло. И вот результат. Может спросить у людей, что-то может сегодня будет, я не знаю. Как будто ждут все чего-то. Как будто ждут все чего-то. Там Макса Коржа поет. Даже, ребята, вот тут возле фонтана, который уже не работает, всё занято. Вот что значит на улице тепло. Все на улице. Так, а на Дворцовой там свой концерт. Ну, я имею в виду. Здесь свой концерт. Там свой концерт, наверное, идёт. Вот так, посмотришь на этот зимний дворец, да? Сколько окон, какие огромные помещения. И тоже же всё там. Ну, не часть всего использовали, а всё остальное просто топилось. Сколько это, да, человеческого труда было, чтобы протопить. Тот дед опять отгородился-то всех. И будет всю ночь сидеть, играть. Вот такие музыки. Вот такую музыку, вот такие музыки. Слушайте, вот эту песню я всегда от него слышу, когда ночью на Дворцовой площади. Ну, он, похоже, всегда здесь ночью. Ну, видите, щитком прикрылся и сидит наяривает там. Играет. 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 Чего-то люди говорят про развод мостов И идут к Дворцовому мосту Ну, туристы, наверное, просто Как мне нравится ночью Слушайте, еще бы реально У нас такая ночь Ветра нету, я вообще без перчаток Кто-то он орет, виноват ли я Что люблю Идет, поет и марширует Еще только нету у нас И на лошадях катаются И песни поет И на саксофонах играет Все, 33 удовольствия Еще идет, марширует Зараза такой Музыканты настраиваются Тут еще Малефисента ходит У нас У католиков Хэллоуин Я в пятницу гуляю, но вроде как Хэллоуин-субботу на воскресенье Но наши почему-то празднуют уже В этом году песня Села батарейка такая популярная у молодежи Я когда в Анапе был Там, ну, молодые работают в барах На этом На пляже Они В разных местах Раз по пять Вставили при мне Кто-то из модных блогеров Вроде ее недавно зафорсил И все И молодежь ее подхватили Слышите, как вода? Она не веет У вода, по-моему, спокойнее Вот это такая кривая под коркой И я спустился Знаете, откуда вода шлюбает? Вот она А по ступеньке Получаются такие звуки Мне вот этот дом всегда нравится Уже пора бы их и убрать Да еще полную А, это маленькая И там еще два Смотрите, какой туман тут стоит А что это за туман? Новая информация Касающаяся нашей сегодняшней Сани Фотографии Капец, ребята Ноябрь Вот завтра уже ноябрь Первый ноября Это так хорошо, что они до сих пор Разильные В инстаграм Очередное предположение Написала Одна подписчица Постоянно Выговорит Что, проспорили кому-то? Ааа, я не могу иначе Проспорили, говорит, кому-то И вся фурштадская пустая И я один Один совсем один Я Спотел Весь мокрый На улице, блин Ну, сейчас не 10 Конечно, 7 градусов Я по-зимнему одет И зачем я это одел И надо это В черной куртке надо гулять В синей не надо гулять Капюшоны достаточно У меня прям голова мокрая Все Навулялся я Довольно Знаете, сколько сейчас время? Пол третьего 20 минут третьего Я буду Пора скачать Зашел в Дикси А там, ребята, вот эти мои йогурты Любимые По 30 рублей По 15 11 Ну, еще полмесяца У них срок годности Ничего не просроченный По 30 рублей Уже Какая-то акция Типа Ну и ладно Я взял Как всегда Раз, два Три, четыре Так вот должны быть Наверное А, нет, по два 250 грамм 250 грамм 30 рублей Ну, 29,90 Там Накачу Тут по составу Молоко нормализованное Ну, нормально У нас на риске Все такое Фруктовый наполнитель Вишневодок Стабилизатор Е Все очень полезно Все, ребята Влог я закончу Спасибо, что вы посмотрели Подписывайтесь на канал На основной На этот влог Вы, если смотрите Без подписки Лайкайте видео Заходите в Инстаграм Ссылки в описании Смотрите Фотографию Ту Которую я говорил Кто еще не видел Лайкайте ее тоже Пишите комментарии Везде Все, я с вами прощаюсь С вами был Гнад Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok